Я совсем недавно сама попалась в небольничной пневмонии в больницу, и я знала одну особенность. Во-первых, что она развивается очень быстро. Во-вторых, самое главное, это неожиданно тебе, даже если у тебя небольшая температура, становится тяжело дышать. У тебя появляется одышка, возможно, тахикардия. А вот сайта, естественно, проявилась более жестко. У него буквально вчера температура, а с утра он не может дышать. То есть у него был такой приступ, что не окажись никого дома, он, в принципе, просто бы не смог вызвать скорую. И дело закончилось бы печально. И меня в этой ситуации возмутило, на тот момент еще не возмутило. Меня огорчило, что скорая, которая очень хорошо знает папу, почему-то не предложила ему госпитализацию. При том, что, опять же, все симптомы описаны. Удушье, обструктивный бронхит, высокая температура, больше 65 лет. Но тут как бы очевидно, что надо как минимум провести исследование и исключить небольничное пневмонии. Но нет, они отказывают и говорят, вызывайте врача общей практики. И вот, собственно, когда я приехала, и приехала фактически параллельно с этим врачом, я решила, что я, наверное, запишу на видео весь этот визит. Здравствуйте. Здравствуйте. Раздеваем тебя до пояса. Давно не виделись. Вы с вами никогда не виделись. Раздевайтесь. Теперь поворачиваемся. А не было озерней, у вас не горят? Нет, нет. Нет, да? Нет, да? Ладно. Подышите глубоко. Ну, когда она пришла, и послушав отца, измерив сатурацию, сказав, что все в норме, абструктивный бронхит, и вот вам таблеточки, пожалуйста, амоксиклава и уфилина, вы попейте, если вам станет хуже. Ну, тогда и разберемся, да? Звоните. Так, Аркадий Аркадьевич, смотри, что у нас получается. На сегодняшний день хрипы есть только вот здесь, вот здесь. Внизу в легких все чисто, хорошо. Все, в инвалиде эфире все раскрыл, мокрота отошла. Поэтому, чтобы вот в этом местечке не организовалась пневмония, на сейчас бронхит, потому что вы раздышались, хрипы ушли. Чтобы не организовалась пневмония, пьем таблеточки. Ну, и, конечно, в этот момент я не могла не задать вопрос, а как же, а как же, а как же КТ, а как же тест на коронавирус, а госпитализация, а исключение вне больничной пневмонии. С тестом на коронавирус я решила сама, госпитализации нет, КТ нет. КТ сейчас в ГАЧ-е не можно сделать только, если ты попал в стационар, и только, собственно, в государственном стационаре. Если у тебя подозревают вне больничную пневмонию, ты проходишь исследования на компьютере. А если ты не пытался... Подождите, ну, мы знаем про ковид, такую коварную штуку, что человек может ничего не подозревать, а когда начинает, подозревать поздно уже. То есть выходит, что этих людей в ГАЧ-е не шансов вовремя себя проверить нет сейчас? Нет, если врач, как в нашем случае, будет отказывать в госпитализации и в исследовании, то очень велик шанс просто потерять родственников в считанные дни. И по поводу внимания у меня нет подозрений, поэтому рентген мне не делали. То есть абсорбтивный бронхит... Это не является пневмонией. Поскольку это абсорбтивный бронхит, он действительно сах, это не пневмония. То есть вы вот сейчас не услышали, и вы гарантируете, что нет пневмонии? Нет, конечно, я не гарантирую. Поэтому я и спрашиваю вас, почему не КТ? Потому что КТ у нас нет, как скринингового метода исследования пневмонии. Этого нет. Тот врач, который нам попался, Бученкова Татьяна Юрьевна, она как мантру повторяла только одно. КТ не является скрининговым методом исследования. КТ не является скрининговым методом исследования. Я, безусловно, не знаю, какая ситуация на самом деле, но судя по тому, как она себя вела и насколько это было действительно заучено, у меня сложилось впечатление, что это не она придумала такой стиль поведения, видимо, есть какая-то установка. Почему вы не назначаете человеку сегодня исследование? Почему вы не даете ему госпиталь? Я хочу, чтобы его проверили. Через час уже у нас была скорая в направлении тот же самый врач, который только что не видел никаких признаков пневмонии, тут же ставит диагноз небольничная пневмония. Мы приезжаем в больницу, и в больнице даже не на КТ, а на обычном рентгене двусторонняя обширная пневмония. Но в результате у вашего отца стоит диагноз ковид или нет? Он попал в статистику? Уже стоит ковид. Сейчас отец лежит в детской инфекционной больнице города Гатчина, то есть в системе Центральной клинической районной больницы Гатчинской. То есть это полностью перепрофилированная детская инфекционная больница, которая при ближайшем рассмотрении оказалась полностью не готова. У этой истории есть продолжение. Комитет по здравоохранению Ленинградской области отчитался о том, что провел проверку фактов, изложенных Татьяной Александровой в действиях врача общей практики ТИЮ Боченковой. Нарушений найдено не было. Папа Татьяны до сих пор находится в больнице. Он в тяжелом состоянии. Комитет по здравоохранению Ленинградской области